Создание Средиземья Это в подсознании, ты просто чувствуешь пейзажи, читаешь книгу, она вся о живописных местах, и каким-то образом и то и другое друг с другом связано. Джон Хофф, концептуальный дизайнер Итак, у нас есть живописные места, давайте органично встроим в них художественные и архитектурные детали. И этот необычный подарок был передан в руки двух художников, и им пришлось много потрудиться. Рик Коррес, продюсер В обычном фильме, когда создается дизайн, ты нужен в начале работы, ну, может, немного в начале основных съемок, Но как только начинаются основные съемки, первоначальная команда дизайнеров обычно становится не нужна. Во время же съемок «Властелина колец», поскольку мы работали над тремя фильмами одновременно, причем этот процесс работы постоянно усложнялся, то разработка дизайна также постоянно усложнялась, продолжалась в течение всего времени работы над фильмом. Алан Лик, концептуальный дизайнер-декоратор Я подключился к работе над этим проектом одновременно с Джоном Хоубом, более шести лет назад. Кажется, нам дали около шести месяцев на то, чтобы завершить нашу часть работы. А в итоге я, знаете ли, проработал здесь шесть лет не покладая рук. На прошлой неделе Алан Ли нарисовал иллюстрации для меню режиссерской версии DVD. Для этих ребят работа никогда не останавливалась. То, что команда дизайнеров была вовлечена в работу над фильмом с начала и до самого конца, было очень важно для обеспечения возможности воплощения на экране идеи Питера, а также и самого мира Толкиена. «Вы чувствовали себя так, как будто были там, и все благодаря этим ребятам». Гранд Мейджор, художник-постановщик «Я всегда спрашивал, как мы можем сделать это еще лучше? Как мы заставим это работать? Как нам угодить Питеру сделать все так, как он хочет?» «Я всегда говорил Питеру, конечно же, мы это сделаем!» «Я всегда спрашивал ребят за его спиной, как? Как мы это сделаем?» «И подбиралась извивами к городским воротам». «Извояния стояли при входе, искусные подобия людей и чудовищ, бредовое искажение земных обличий». «Мост Минас-Моргула — это дорога, ведущая к главным воротам Минас-Моргула». «Мы построили дорогу. Ее приблизительная длина — 50 метров. Затем мы соорудили начало моста с элементами искусственной перспективы, а окончание моста на фоне синего экрана, объединенного с миниатюра Минас-Моргула. Наши декорации включали скульптуры, которые находились в начале моста, их спроектировал Джон Хоуф. На самом деле, наброски представляли собой всякие нелепые рисуночки. В конце концов, на бумаге они стали выглядеть так. Когда я закончил, я подумал, о, здорово, они выглядят как балроги. Не возражал, если бы парочка таких сидела бы у моего парадного входа. Так что, это для мастерской Вета. Если они меня слышат, сделайте еще несколько статуй, потому что я хотел бы взять себе парочку. Ну, пожалуйста. У нас были проблемы с декорациями моста Минас-Моргула. Был небольшой пожар, который чуть не уничтожил все декорации. Крис Хенна, художник. Пена, которую мы использовали при неправильном изготовлении, может быть опасной. Груда пены самопроизвольно воспламенилась посреди ночи. Дэвид Колф, оформитель декораций. Это повреждение от утреннего пожара. Вся штукатурка и первый свой пены сгорели. Я собираюсь отодрать все, что отсвоилось, затем мы все заново штукатурим и оставим так. Выглядит неплохо. Надеюсь, идея им не понравится, и мы сожжем все наши декорации. Знаете, как говорится, шоу должно продолжаться. Мы сняли обгоревшие части. К счастью, большая часть декораций и само здание не были разрушены. Мы все починили и продолжили работу. Идите со мной, госпитты! Надо лезть наверх! Лестница Кирит-Унголо начинается на декорациях дороги в Минас-Моргул. Толкиен описывает ее как довольно удаленную от Минас-Моргула. Но Питеру было нужно, чтобы она была гораздо ближе. Это создает ощущение опасности при подъеме по отвесной скале в считанных ярдах от этого зловещего, страшного города. Конечно же, лестница идет все выше и выше, вверх по склону горы. Описывая лестницу, Толкиен говорит, что она не просто вертикальная. Эта лестница не врезалась в гору. В этом месте поверхность утеса отклонялась назад, и тропа извивалась в разных направлениях, словно змея. Фродо, заглянув вниз, увидел далеко под собой огромное ущелье у входа в долину Моргул. При съемках общих планов основная работа была выполнена на миниатюрах, но на этой дороге происходит масса драматических событий. Поэтому мы также построили несколько декораций. Ребята только начинают работать над ступенями. Ступеньки будут до самого низа. Последние ступени, которые мы построили, были просто из ряда вон. Обычно идешь по студии, чтобы посмотреть, что происходит. А они там наверху, среди скал, на полпути к вершине лестницы, карабкаются без снаряжения. Бывало, эти ребята приводили меня просто в ужас. Да уж, ступеньки так ступеньки. У нас было несколько секций, где на ступени было очень трудно взбираться. Шон Остин Сэм. Особенно, когда ты толстый. Когда на тебе рюкзак, плащ и хоббитские ступни. Элайджо был передо мной, и кончик его ножен все время тыкался в мое лицо. Я был уверен, что из-за этой штуковины я потеряю глаз. Мы часто подскальзывались и бились головой. Все, кто связан с фильмом, прошли через какие-нибудь свои особенные страдания. Моими были эта лестница Кирит Кунгл. Логово Шелоп появилось как результат искусственной работы и совместных обсуждений. Мы много работали с камнем до этого, использовали все наши идеи по обработке камня и искали что-то новое. Мне нравится песчаник на морском побережье, ведь волны, ветер и соль разъедают скалы и придают им необычные готические формы. Я нашел что-то подобное рядом по соседству с нами в Ситауне, где расположены наши студии и мастерская Вета. Я представил, что такой морской пейзаж может быть перенесен в логово Шелоп, где ее ядовитая кислота могла разъесть скалы и сделать поверхность такой выщербленной. Также с течением лет ее тело сгладило проходы, по которым она протаскивала свое огромное тело. Мы постарались привнести все это в декорации, которые построили. Лэджи Вуд Фродо. Декорации были потрясающими. Отверстия, галереи, извилистые, бросающие в дрожь пещеры. Все это было создано. Часть этих декораций до этого была использована в пещерах Айзенгарда. Мы покрыли их новым слоем пены и придали им изъеденный вид. Это сильно изменило декорации и они стали выглядеть по-особенному. Мы смогли передать ощущение такой рыхлости этих скал. Оно здесь преобладает. Конечно, мы собираемся несколько сгладить поверхность внизу. Чувствовалось, что это своего рода особенная архитектура. Еще там должно было быть очень много паутины. Мы взяли синтетический полимер. Вначале это выглядит так. Затем мы кладем это в печь. Нужно около 20 минут, чтобы превратить его в жидкость. Нагреваем до 220 градусов. Если не нагреть до 220 градусов, то не будет нужной липкости. Но если нагреть до 222 градусов, то она загорается. Да, это было здорово. Паутина загорелась, но наши ребята сделали все возможное, чтобы погасить ее. Так что процесс был очень требовательным. Там постоянно работала сильная вентиляция и были другие такие замечательные штучки. Затем распыляем вещество в холодной воде и формируем в ней паутину. Вода закрепляет ее. Не проникает внутрь, просто охлаждает. Выглядит как паутина, когда мы ее растягиваем. Довольно удобный материал. Он немного пружинит, что тоже неплохо. Находиться в подобной обстановке было весело. Особенно мне, качаясь в паутине иногда часами. Снято. 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 Конечно, не только хоббиты и люди попадались в сети. Одной из задач были все предыдущие жертвы шелоп. У нас был знакомый таксидермист. Он одолжил нам множество прекрасных чучел, которые можно было повесить на нитях. Но тела пришлось сделать в это. Тела орков и урубхай. Он все еще дергается. Ребята также кипятили кости для изготовления скелетов, которые также опутывались паутиной. Мы покупали туши в мясной лавке. Знаете, ужас этого места становится все более и более гнетущим, пока наконец Фродо буквально падает в останки наполовину съеденных законсервированных тел. Киритунгол изначально был построен как сторожевой пост нуменорцев для наблюдения за Мордором. Своего рода сторожевая башня. Но орки захватили ее еще когда-то очень давно. За эти годы они перестроили ее в своей оркской манере. Разрушающиеся остатки архитектуры нуменора еще присутствуют, но в них встроены металлические и железные конструкции орков. Они пристроили туда жалкие лачуги из дерева и кусков кожи. Так что это прекрасный пример смеси разных культур и великолепная возможность, редкая возможность для нас оказаться в среде орков. Это отличная дизайнерская задумка. Мы не знали как строить декорации, поскольку они должны были быть довольно обширными. Мы должны были следовать за Сэмом снаружи, а затем идти вверх по многочисленным лестницам. Мы хорошо продумали декорации, сделав их не очень высокими. Но внутри было так много лестниц, что Шон Остин мог бегать и бегать по ним. Он не поднимался высоко, но при помощи монтажа мы смогли сделать так, что казалось, будто он поднимается все выше и выше. Довольно забавные декорации. Мои любимые декорации. Я думаю, они классные. Обожаю эти лестницы. Напоминает о старых голливудских фильмах. Эрол Флинн и его выходки, беготня по лестницам, три мушкетера. Обожаю. Это место, где орки и Урукхай развязывают гражданскую войну. Оно было спроектировано с уступами, откуда могли падать каскадеры, а также с материалом, сквозь который можно падать. Мотор! Шейн Ранг, где каскадер. В этом и была прелесть. И актеру, и каскадеру нужна помощь для вхождения в роль, понимаете? Часть защитных сооружений крепости представляла собой что-то типа желобов. Это желоб для ядер. У нас есть большие ядра, и они готовы к действию. Если на вас нападают, нужно просто выбить клин, который придерживает ядро, и оно будет катиться вниз по желобу, круша все на своем пути целых 300-400 футов. Над этим проемом скульптура в виде головы гондорского воина. Это одна из тех чудесных небольших деталей, появившихся благодаря исследованиям средневековых замков, что не входило в сюжет, но что, несомненно, добавляет глубины и достоверности, чему мы с удовольствием потакали в художественном отделе. На вершине башни мы построили еще одну декорацию. Здесь горит красный фонарь, который видит Сэм. Светильник сделан из гондорского шлема, чтобы показать, что орки также удачно импровизируют с подручным материалом, как, впрочем, и новозеландцы. Декорации были построены над землей, чтобы получилось отверстие, через которое проходит свет. Шаград упадет в это отверстие прямо вниз. Снято. Дорога на Димхольд снималась в местности Пинаклс. Это в двух часах езды от Веллингтона. Урландо Блум-Лейкласс. Местность удивительно красивая. Мы прилетели туда на вертолете, и это был поистине волнующий пейзаж. Там преобладают гравий и песок, сбежавшиеся за века. За годы эрозия разрушила их. Эти огромные разломы выглядят так нереально, что можно поклясться, что они искусственные. Но это место существует на самом деле. Вига Мортенсен Арагорн. Безжизненное место. Идеально подходит для путей мертвых. Я знаю, что Питеру оно хорошо известно. Он здесь раньше снимал. Это место Питер использовал в одном из своих ранних фильмов «Живая мертвичина». Это здорово для тех, кто знаком с работами Питера. Затем мы сняли вход в туннель, сам путь мертвых уже в студии. Так как мы знали, что подходы снимались в Пинаклс, мы особенно внимательно отнеслись к факторе скал и камней для декорации входа, построенного в студии. Это было сделано для того, чтобы подобие было максимальным, чтобы это было похоже на Пинаклс. В нишах декораций установлены черепа и такие грубо вытесанные колонны в кельтском стиле. Уфингтонская лошадь, Англия. Немного примитивные. Вы проходите внутрь и оказываетесь в другой студии, в декорациях, где они спускаются вниз, через гору к городу мертвых. Город мертвых был в основном миниатюрой и несколькими большими отвесными скалами, построенными в студии. Затем они выбегают на склон горы. Мы нашли подходящие скалы недалеко от Квинстауна, в Дир Парк Хейтс. Там были небольшие расщелины. Мы кое-что добавили и построили дверной проем. Наш кусок будет соединен вон с той расщелиной. А другая сторона будет присоединена вот сюда, к этой скале. Да, все это было разбросано по самым разным местам, но все сложилось вместе и получилась потрясающая сцена. План Миностерита был очень подробно описан Толкиеном. Миностерит был выстроен в семь ярусов, расположенных вверх по склону холма, и каждый ярус был окружен стеной, и в каждой стене были свои ворота. Прихотью изначального творения, довершенной трудами древних мастеров, скала, которая вздымалась за нижней площадью, была устремлена к востоку. Точно корабельный форштевень. Наша задача — показать людям то, что они ожидают увидеть. Удовольствие работы над Миностеритом состояло в разработке и создании деталей. Мы делали его как можно более красивым и производящим глубокое впечатление. На ранней стадии работы мы провели много исследований, в частности архитектурных. Миностерит появился после исследований Италии, Тоскана, Италия и Центральной Европы. Гондор был Римом Средиземья. Так что я думаю, мы с самого начала склонялись к выбору Средиземноморья. Также чувствуется влияние аббатства Сен-Мишель во Франции. Это его уменьшенная версия, называемая гора Святого Майкла в Корнуэле. Когда смотришь на Сен-Мишель, это так романтично. И мы попытались создать более впечатляющий и мощный, более древний вариант этого. Декорации для Миностерита были самыми обширными из всех построенных во время съемок трилогии. Их было очень тяжело построить. Не со строительной точки зрения, а собственно говоря, из-за вопроса, где все это разместить. Это были гигантские декорации. Это самые крупные декорации, построенные когда-либо в Южном полушарии. Они огромные. И они были построены на останках декораций Хельмовой Падди. Мы уже однажды строили Хельмовой Падди в карьере. И мы решили, что используем остатки этих декораций и построим поверх них Миностерит. Чтобы не пришлось все расчищать, а затем начинать все с нуля. Барри Осборн – продюсер. И из пепла Хельмовой Падди поднялся еще более крупный Миностерит. Это соответствует подходу, который мы применили к Миностериту, что это древняя цивилизация, построенная поверх еще более древней культуры. Получается ощущение слоев прошедших веков из зданий. Так что вполне нормально, что мы строим одну декорацию из другой. Стройка в самом карьере продолжалась около полугода. Итак, полгода и сто парней. Художественный отдел поступил очень мудро, решив, какие части города необходимо строить в карьере, чтобы подстроиться под структуру декорации Хельмовой Падди. Эд Молхолланд руководитель строительства. Старые ворота Хельмовой Падди – это вторые ворота Миностерита. Мы сделали их выше, перелицевали фасад и, конечно, изменили множество деталей. Вот этот закругленный участок старой декорации Хельмовой Падди. А эта часть была целиком вырезана. Здесь была сохранена целая арка. А затем Миностерит был как бы развернут из центра этих декораций. Вторые ворота и улицы. Само поселение будет здесь. Мы использовали место, которое раньше было окрестностями большой залы Хельмовой Падди, и превратили его в часть Миностерита. Здесь Гэндальф противостоит вождю Назгулов. Мы построили там высокую башню, которая раньше была старой башней Хорнбург. Мы спустили декорацию краном, установили сверху купол. Это стало одной из примечательных деталей декорации третьих ворот. Это было классно. Я ведь провел много времени среди декораций Хельмовой Падди. Было здорово вернуться и посмотреть на их превращение в Миностерит, потому что уже начинаешь забывать о том, что здесь когда-то было. Все это как будто исчезло в этом новом городе. Миностерит. Входит Хоббит. Здорово. Выглядит невероятно. Декорации повергали в трепет, потому что вход, главные ворота были гигантскими. Они были как настоящие. Так что они были огромные. Ворота были огромные. 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 Огромные двери. Полагаю, двери были, о боже, высотой метров шесть или восемь. Они весили пару тонн каждая. Но мы должны были сделать так, чтобы человек мог их открыть. Так что они были очень хорошо сбалансированы. Главные ворота. Я хотел сделать их максимально эффектными и впечатляющими. В основе деревянная структура, покрытая бронзовыми изваяниями. Мне показалось это подходящим решением. На них были такие изваяния. Баптистерия Сен-Желани, Флоренция, Италия. Почти как двери Баптистерии во Флоренции. Такое же мастерство. Ворота пришлось строить дважды. Ведь у нас должен был быть как разбитый вариант, так и нетронутый. Это один из вариантов разбитых ворот. А это другой, с несколькими сломанными досками. Я провел довольно много времени, разрабатывая запорный механизм, который был бы уравновешен так, чтобы два или три человека могли опустить вниз эту большую деревянную решетку. Когда опускаешь ее вниз, цепи, которые к ней прикреплены, поднимают запорный механизм сверху. Так что, когда вы видите эти зубцы, идущие вверх, в скалу, это действие имеет практический эффект. Действует механизм ворот. На площади за воротами мы построили фундамент этого каменного корабельного носа, поднимающегося на высоту города. Леса для каменного выступа на месте. Здесь мы видим полную высоту выступа. Подходишь к ней, ух ты, смотри, просто высоченная стена. Конечно же, поверхность была из полистирола, но выглядело реальнее некуда. Как только выходишь на главную площадь, тебя окружают высокие здания. Улочки разбегаются в разные стороны. Декорации были специально построены подобно лабиринту, потому что мы хотели иметь возможность снимать множество различных сцен на одной декорации, разные части города, чтобы вы думали, что это нижняя часть, это середина, а вот это вершина, по всему городу. Мы построили 4 или 5 уровней, но Пит снимал так, что вы никогда не видели их все одновременно. Можно было кое-что переставить, изменить угол съемки, и тем самым получить другой ярус города. Художественный отдел здорово поработал, строя боковые улицы и тротуары. Всегда есть ощущение, что пространство больше, чем мы видим. Замечательный дизайн. Я всегда думал, что в Миностеррите за этим углом может быть небольшая пиццерия, ювелирная лавка или кафе. Можно прогуливаться по улицам и заблудиться в этих декорациях. Это нечто грандиозное. Дэвид Вэнхэмфармер. Мы работали в прекрасных декорациях, и Миностеррит и его улицы были одними из них. Они были поразительными по размаху и проработке деталей. Мы пытались сделать их максимально убедительными, согласно вашим представлениям о средневековом городе. Помню, я был в Сиене много лет назад. Это настоящий средневековый город. Сиена, Италия. Во многом очень похожий на Миностеррит. Множество поколений людей жили в нем. Город на определенном этапе был разделен на кварталы, где ремесленники создавали свои гильдии. У каждой гильдии была своя геральдика, знаки, установленные на зданиях над воротами. Мы сделали что-то подобное в Миностеррите. Мы сделали улицу фонарщиков, там занимались металлообработкой. Также изготовили еще несколько предметов с геральдикой. Уверен, в самом фильме это трудно разглядеть. Но нам было очень интересно разрабатывать эти мелкие детали, разбрасывать их повсюду, чтобы придать декорациям большую достоверность. Детализация Миностеррита была превосходной. Лично мне очень нравилась одна из боковых улочек, прогуливаясь по которой можно было набрести на маленькую лавочку, небольшую лавку крысолова. Крысолова, да. Но это не так необычно, как может показаться. Должен же быть крысолов. Знаете, такое место как Миностеррит должно было быть наполнено загадками. У подножия стены домик крысолова. Это даже не было сделано специально. Один из художников пытался разобраться с моим рисунком. Он увидел маленькую закорючку на двери. Уж не знаю, имел ли я что-то в виду, когда рисовал ее, но он истолковал ее как дохлую крысу, поэтому он решил назвать это домиком крысолова. Скорее он сделал это в шутку. Написал на рисунке название, а рисунок попал к изготовителям реквизита. Так что среди декораций появилась вывеска с ловушками и дохлыми крысами на ней. Это одна из тех мельчайших деталей, которые придают общей картине большую достоверность. Детализация была ошеломляющей. К сожалению, не все попало в фильм. Но нам было очень интересно находиться там. Было ощущение, что ходишь по странному средневековому городу, построенному из дерева, гипса и полистирола. Это было такое место съемок, где посетители, если бы они были, просто умоляли бы, можно сфотографироваться у этой двери, рядом со стеной. Знаете, мы делали снимки для наших знакомых. И нам пришлось хранить их у себя до выпуска фильма и только потом отдавать. Потрясающее место для съемок. Одними из самых впечатляющих декораций, где мы снимали, они все потрясающие, были эти огромные декорации дворца Минастирита, дворца, на самом деле, Джон Нобл Денетер. Мы построили их на пустыре Вингейте. Это то место, где мы проводили различные натурные съемки, например, Асгелиота, входа в Копи Мори и так далее. Мы обнесли всю территорию каменной стеной, которая определяла форму верхней части городской скалы. Мы построили ее с учетом измененной перспективы, так что, когда стоишь перед главным залом и смотришь во двор, создается впечатление, что он бесконечен. Но это была всего лишь треть. На самом деле, для съемок мы построили лишь треть его длины. Это было прекрасное открытое пространство, и посредине круглая площадка и древо Гондора. Легендарное древо Гондора. Джуд Фишер, автор книги альбома «Путеводитель по Средиземью». Это символ непрерывности поколений людей и их властителей, и нуменорцев. Брайан Мейнс – ландшафтный дизайнер. Изначально дерево было огромным, но сейчас оно почти умрло, засохло. По существу, оно выглядит как дерево, изнуренное борьбой. Я видел оливковые деревья на Ближнем Востоке, которые относятся ко времени Христа, и, может быть, две тысячи лет они выглядят почти погибшими, и каждый год эти деревья все равно оплодоносят. Мы думали об этом с такой же позиции. Аллан сделал несколько рисунков того, как могло выглядеть это древнее дерево. В конце концов, оно получилось не очень большим, но выглядело очень старым и скрюченным. Затем они взяли рисунок и попытались все соединить. Мы начали со стальной арматуры. Прикрепили настоящие ветки. Затем начали конструировать дерево, ствол, ветви. В данном случае мы построили нормальное здоровое дерево, а затем стали постепенно обрубать его, пока оно не стало выглядеть довольно сильно разрушенным. Так мы наносим на него последнюю резьбу, завтра его покрасят. Ведь это белое дерево. Это поможет создать впечатление того, что дерево очень старое, почти засохло, оно еще цепляется за жизнь. Декорации цитадели были созданы одними из последних во время основных съемок. Все наши студии в Мирамаре были заняты. Так как это были очень большие декорации, то мы вынуждены были искать другое место с необходимым нам пространством. Мы нашли старый док, который был достаточно большим, и решили построить декорации в нем. Когда я первый раз попадал на места съемок, я всегда раскрывал рот от удивления при виде этой красоты. Когда я попал в док, я был просто потрясен. Такой он был гигантский. Представляете, его высота была около трех этажей, просто огромный. Огромное пространство, но его едва хватило, чтобы поместить наши декорации. Окна по обеим сторонам были всего в паре футов от стен дока. Мы показали это Эндрю Лесни, и он сказал, я не смогу установить здесь свет, нужно предпринять что-то радикальное. Мы поговорили с начальством в порту, и получили разрешение прорезать отверстия в бетонных стенах. Толстые бетонные стены, в которых нужно было прорезать отверстия, невероятно. Они смогли установить освещение снаружи, чтобы имитировать солнечный свет, сияющий в окнах. Цитадель – это место, где сосредоточено могущество Минастирита, но на троне сидит Денетор, и в зале должна быть немного мрачная атмосфера, как описано в книге. Ни занавесей, ни гобеленов, никакой деревянной утвари не было заметно в этом огромном торжественном зале. Лишь меж колонн застыл молчаливый строй высоких статуй, высеченных из холодного камня. В каждой нише стояла статуя одного из королей прошлого, так что нашей команде было чем заняться еще полгода. Билли Бойт Пиппен – это было красиво, все эти короли древности на съемочной площадке. Мы использовали черный мрамор для колонн и контрастный темный и светлый камень для арок. Это в какой-то степени заимствование стиля Ахенской капеллы. Ахенская капелла – очень красивого здания. Детализация была идеальной. Куда бы ты ни взглянул, детализация была идеальной. Также был замечательный вид, когда идешь через зал к потрясающему трону. Трон короля Гондора стоит на мраморных ступенях. Он сделан из мрамора и искусно украшен. У подножия лестницы, рядом со ступенями, стоит трон поменьше – трон Денетера. Он намного проще из черного камня, ведь он не король, он только наместник. Над троном прикреплена корона. Толкин описывает это как каменный венец. Но я подумал, что металлическая корона будет выглядеть лучше. Это очень символично. Корона здесь, трон здесь. Не хватает только самого короля. Декорации Минастерита просто излучали достоинство и древность. Я обнаружил, что не могу уйти отсюда. Я бродил здесь по выходным, как по холмам какого-нибудь городка в Италии. Иен Макеллен Гэндальф – это волшебное место, куда отправляешься в отпуск. Много хороших воспоминаний о Минастерите. Во время основных съемок мы старались не строить декорации на парковке для машин около студии Стоун-стрит. Но для съемок дополнительных сцен «Возвращение короля» мы не могли снова поехать на те места. У нас было плотное расписание, нужно было снять много сцен. И кусочки всех этих мест, когда они были нужны для досъемок, перемещались на студию Стоун-стрит. Так что можно было пройтись по парковке Стоун-стрит, которая превратилась в площадку для досъемок, и одновременно пройтись через все Средиземье. Прямо перед конюшнями стоял Эдурас, кусочки Ортанка. Мы заново построили две трети золотого чертога. Сзади был Рохан, зеленый дракон. Кусочки Пеленерского поля. Стены, другие стены Минастерита. Кажется, был кусочек Роковой горы. Все это на одной парковке. Поворачиваешь в одну сторону, ты в Эдурасе. Поворачиваешь на 90 градусов в Минастерит. Заглядываешь за угол палаты врачевания. Они были здесь повсюду. Я мог лежать на поле сражения, Доминг Монаган Мэри, и видеть Билли и Йена в работе над сценой в Минастерите. Они были на расстоянии броска камня. Сразу за парковкой находились промышленные склады, супермаркет. Только подумать, снимается удивительное кино. Ты мог идти за покупками, припарковать машину, оглянуться и увидеть башню Харадримов. Даже думается, что стоило оставить все это здесь. Все, что было на студии Стоун-Стрит, и открыть здесь что-то типа Диснейленда, Средиземья. Люди говорили, что это было похоже на парк развлечений. Да, это так. И он был наполнен впечатлениями Средиземья. Если прийти неподготовленным, можно подумать, цирк какой-то. Как они из этого сделают что-то нормальное? Хэрон Каннингем – первый помощник режиссера. У Питера был именной велосипед. Он ездил на нем от одной группы к другой. Очень продвинутый вид транспорта. Высокобюджетное механическое приспособление. Питер проносился мимо с бутербродом в руке. Или с сотовым телефоном, торчащим из кармана. Или со сценарием, выпадающим из заднего кармана. Полное безумие. Из-за занятости актеров и из-за расписания нам иногда приходилось передвигать декорации за одну ночь. Куски декораций постоянно менялись по всему участку. Довольно удручающее зрелище. В это время у нас была еще и команда озеленителей и строителей. Парни работали 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Множество измученных людей и трудных ситуаций. Часто возникали проблемы. Например, у нас было большое поле прямо перед ним в декорации конюшен в Эдеросе. И нужно было доставить слона на декорации заднего плана. У нас была очень опытная команда. Большинство работало уже 4 года или около того. Мы за ночь устанавливали декорации. А это 10-часовая работа. Поставьте этого странного слона на место, и все будет в порядке. Дополнительные съемки трудны тем, что приходится соответствовать уже отснятому материалу. Отснятому иногда 2 года тому назад. Когда мы возвращаемся на съемочную площадку, то смотрим уже отснятое. Смотрим рабочие фото, фото сооружений. И всегда стараемся сохранить кусочки большинства декораций. Но иногда они просто больше не существуют. Так что приходится все строить с нуля. В некоторых случаях приходится просто полагаться на память ребят. Было непросто, но здорово. Это проверка на прочность. Ну, ты сможешь? Да, ты сможешь. Хорошо, за работу. Очень интересно. Чувствуешь себя, как будто ты в Голливуде. Не на заброшенной фабрике в Веллингтоне, «Новая Зеландия». Визуальная основа этой трилогии – дизайн. Потрясающие декорации, потрясающее мастерство. Как и актерская игра, это была командная работа. Энергия каждого, внимание к деталям, любовь к проекту – вот что привело к этому фантастическому результату. В каком-то смысле чувствуется облегчение от того, что все сделали свою часть работы и сделали ее успешно. Это оказалось возможным сделать. Мы не споткнулись, и все выглядело великолепно. Здорово, что Академия признала это и наградила парней Оскаром. Это много для нас значило. Я понял, что это такое – работать в таком большом фильме. Не знаю, думал ли я о том, что когда-нибудь получу Оскар. Это фантастика. Я всегда буду ценить это, как и воспоминания о людях, с которыми работал. А это, я думаю, самое ценное, что я заберу с собой. Дружба на долгое время, которая завязалась здесь. Путешествие подходит к концу и заканчивается хорошо. Мы начали шесть лет назад и все еще работаем над последними кадрами для DVD. Это долгий, очень долгий процесс. Для меня возвращение домой в Девон будет чем-то похоже на возвращение Хоббитов в Шир. И так и должно быть. Все уйдет в прошлое, у меня останутся воспоминания. Я всегда буду ценить их. Это конец целой эпохи. Дорога была длинной. Пять лет напряжения, стараний, смеха и слез, стресса и радости. Это было очень эмоциональное время. Хорошее время. Озвучил по субтитрам Иннокен 33, студии Я.